В качестве финишного покрытия пола автор проекта выбрала пробку. У неё очень низкая теплопроводность и даже в холода такой пол остаётся тёплым. Плашки с замковым механизмом укладываются легко. Сверху износостойкое лаковое покрытие. Итак, Анастасия, готов у нас пол. Причём большую часть мы закрыли вот таким пробковым покрытием с очень интересным рисунком. Мне нужно было, чтобы он гармонировал с рисунком пробки, который будет на стенах. Как вы видите, они перекликаются между собой. То есть вот такая пробка у нас будет на стенах? Двери мы будем даже облицовывать и каминный короб. Хорошо. Она ещё и гнётся, да? Да, очень приятный материал. Он гнётся, фактура у него интересная. И вот за счёт того, что он гибкий, с ним можно делать разные метаморфозы. Ну что, мне кажется, очень интересно будет смотреться. Да, при этом сочетание цвета тёплого шоколада и наши пробки между собой очень красиво гармонируют. Хорошо. А сейчас немного об этом покрытии напольном. Всё-таки мы выбирали его не только исходя, ну скажем так, из таких дизайнерских соображений. Конечно. Помимо его эстетических свойств, у него также высокие эксплуатационные качества. И причём покрытие тёплое по виду, по своим ощущениям. Оно приятное на ощупь. И для детишки, я думаю, будет интересно. Доска состоит из трёх слоёв. Внизу пробковая подложка. В середине древесто-блокнистая плита особой плотности. Сверху отделочный слой пробки. Совершенно верно. Коробу тоже пора преобразиться. Клеим к нему пластичные панели из пробки толщиной 3 мм. Они покрыты воском, не притягивают пыль и не впитывают запахи. С помощью резца и обычной линейки создаём вот такой графичный рисунок из полос разной длины, сквозь которые проглядывает контрастный фон. А между тем на зеркальном панно постепенно вырастает пробковый лес. Причём стволы деревьев, отвечая общему стилю, дизайнер решил сделать прерывистыми. Клеим их и на дверные полотна. Итак, Анастасия, появился наш пробковый лес и, как мне кажется, сразу сделала эту комнату особенно оригинальной. Появилась некая загадочность. Зеркала дают ощущение пространства, которое продолжается куда-то уходит. Но при этом комната не отражается 100%, мы не видим наш интерьер, а он какими-то деталями, какими-то цветовыми пятнами. Плюс тот факт, что наше панно находится напротив окон, которые мы не смогли увеличить, как вы помните. Это всё-таки придаст чуть больше света. Ну смотрите, у нас всё-таки здесь не просто зеркальная стена с тропкой, а это лес, да, это деревья. То есть мы как-то ближе к природе, получается. Да, эту композицию мы немного подкорректировали уже в процессе создания. Например, двери у нас должны были быть оклеены большими частями пробки. Мы в итоге решили оставить полотна, и получается, что они как бы проглядывают сквозь лес. Ну и при этом двери совершенно не видны. Мы их, мне кажется, прекрасно замаскировали. Ну потерять их невозможно, всё-таки нужная часть, она на виду. Есть за что взяться. Причём стволы здесь такие, ну, прерывистые, с полосами. Эта тема прослеживается у нас вообще во всём рисунке интерьера. Она также переходит на каминный короб, только они там уже коричневые. И как раз эти полосы, мне кажется, ещё раз подчёркивают вот эту плавность линий. Да, Андрей, вы правы, это специально сделано для того, чтобы подчеркнуть вот этот изгиб нашего каминного короба, который, если бы он был только на топке, он бы выделялся, был пятном на белой стене. Поэтому ему и отдали такое большое место. И получается, что это просто такая стена изогнутая. Так, и пробка у нас появилась ещё и в рабочей зоне. Она является здесь элементом композиции нашей сложной. Изначально не угадаешь, что здесь спрятан шкаф, стеллаж, рабочая поверхность и ещё есть полки. Хороший уголок, он не мешает никому совершенно в этой гостиной, но при этом такое обособленное место. К нему ещё появится очень удобный стул. И, я думаю, здесь будет очень приятно уходиться. Мне лично нравится, как выполнены торцы стеллажа и шкафа. Они с таким наклоном. Они необычные. На самом деле вторят деревьям на зеркальной стене. Они повторяют их форму. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова